Друзья, сегодня мы отправляемся в самый живописный уголок нашего любимого города, на горнолыжный курорт Шамбулак. Здесь я назначил встречу двум закадычным друзьям, которые несут свою бескорыстную дружбу на протяжении всей своей жизни. Это Алим Джамбуршин и Урал Аманжолов. Аматинские истории продолжаются. 2260 метров. На такой высоте над уровнем моря находится знаменитый горнолыжный курорт Шамбулак. Он уникален не только хорошими рельефами склонов, но и своей историей. Интерес к этому плату возник еще в далекие 30-е годы прошлого века, когда судьба занесла в эти края трех беглецов из Австрии. Они были антифашистами, и один из них оказался тренером по горнолыжному спорту. Впрочем, все подробности об этом хорошо знает известный краевед и знаток горнолыжного спорта Урал Аманжолов. Он даже написал об этом книгу. Урал Арсенович, я с удовольствием читаю вот эту книгу, которую написали совсем недавно, «Горные лыжи. Любовь и боль». Скажите, пожалуйста, вот как вам пришла идея написать? Я знаю, что вы сами так много занимались лыжами, но в последнее время не ходите уже, да, как говорится, на лыжи не встаете? В последние два года я не катаюсь. А эту книгу я долго, конечно. Ну, я был, ну, был, конечно, и горнолыжником. В 18 лет я здесь, на Симбулаке, участвовал в соревнованиях, и, в общем-то, много было всяких историй. Потом я журналистикой занимался, писал про Симбулак, про горные лыжи, про проблемы. И вот эта книга, которая называется «Любовь и боль», почему это названо? Ну, любовь, это, конечно, моя любовь, не только моя, всех горнолыжников, а боль. Это только в том смысле, что наше любимое место, Чимбулак, стало достоянием лыжных туристов, но не спортсменов, к сожалению. Ну, я думаю, что это время изменится, и наши горнолыжники еще когда-то снова станут известными в мировом спорте. На самом деле история горнолыжного спорта в Алматы началась не на Шамбулаке. Австрийцы сначала катались на Верегиной горе, сейчас она называется Коктубе. Потом они стали учить местных мальчишек – Юрия Минджулина, Виктора Колокольникова и Сергея Луганского. Да-да, того самого Луганского, что стал потом знаменитым летчиком и героем Советского Союза, и чье имя носит ныне одна из улиц Алматы. В 1940 году стали соревнования проводить, и известный горовосходитель Евгений Колокольников был такой знаменитый человек, он подсказал этим ребятам, что надо кататься вот тут, на Чимбулаке, подняться, он показал это место, и стали туда люди подниматься. Много они пешком, конечно, ходили, никаких канаток не было, вот проводили соревнования. А первое соревнование, такого всесоюзного масштаба, это был 1950 год. На трассе Александра Артеменко, Казахстан. Она считается основной претенденткой на золотую медаль. В 1956 году Артеменко была чемпионкой Советского Союза по слалам и гиганту. А теперь, эх, Саша, Саша, проскочила ворота, потеряны драгоценные секунды, и теперь их уже не наверстаешь, все пропало. Наши московские, питерские горнолыжники искали место, где вообще проводить соревнования. Объездили Кавказ, Заполярье, Карпаты. Нашли самое лучшее место здесь и решили, что здесь надо проводить. Вот они провели в 1950 году соревнования здесь, а в 1954 году уже работала канатная дорога, трофейная канатная дорога, которую из Германии привезли. Вот они долго думали, где поставить, поставили на Чембулаке. Вот в 1954 году она стала работать тут, в общем, много было таких ребят наших, которые хорошо катались. Это Юрий Минжулин. Потом сын Куляш Бойситовый был, он тоже катался на лыжах. С середины 50-х годов Шамбулак становится тренировочной базой советских горнолыжников. На его склонах проводят чемпионаты СССР и Казахстана. А позже здесь каждый год разыгрывался приз Александры Артеменко – 11-ти кратной чемпионки СССР, мастера спорта и участницы Олимпийских игр 1956 года. Урал Артемович, в вашей книге вы много уделили внимания человеку, который очень сильно повлиял на развитие горнолыжного спорта в Казахстане – Артеменко. Можете рассказать об этом? Да, я, конечно, хорошо помню ее, потому что мы были мальчиками в Компоте, там на горе катались и все время заведовали, как люди с горнолыжника спускаются. Одна из них, это была, это очень красиво подъехала к нам и сказала, вы как, хотите заниматься? Мы говорим, да, конечно, приходите к нам. Это была Александра Ивановна Артеменко. Это какой год был? Это был 1957 год. Я потом, конечно, уже чуть попозже узнал, что она в 1956-м была на Олимпийских играх в Курте на ДМПЦ. Правда, она там, конечно, в призах не была, но, тем не менее, она... Самоучастие уже было, да. Да, самоучастие. Это было у нас только двое, по-моему, из Казахстана. Александра Ивановна Артеменко – это легендарный человек, потому что она воспитала очень много мастеров спорта. Снова вверх. Предстоят соревнования по самому сложному виду горнолыжного спорта – скоростному спуску. Как нарочно накануне выпал глубокий снег, и теперь участникам приходится утапкивать трассу. По глубокому снегу лыжи пойдут ног. Нелегкая задача утоптать дорожку длиной 3 километра. Но, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Александра Артеменко была женщиной с крутым характером. Оно и понятно – горы покоряются только сильным людям. Сегодня, с высоты времени, Урал Аманжолов с улыбкой вспоминает, как она заставляла их на лыжах прыгать вниз с трамплина. У нее палка всегда была наготове. Кто что-то трусил, кто получал. Ее, конечно, называли здесь хозяйкой Симбулака. Нужно попробовать. Действительно, она такая была женщина. А путь ее в горную лыжу был странный, конечно. Потому что она, вообще-то, из Сибири. И была там гонщицей. Она на равнинных лыжах. Потом каким-то образом заехала на горные лыжи. Там, кстати, по залабину попала. Вот она. И потом приехала в Алматы, влюбилась и осталась здесь. Внизу, на гостинице, есть мемориальная доска. Айдександра Ивановна. Ну, все ее помнят, конечно. Это правда. Иду к трассе. Алим Сакирович. Привет. Приветствую вас. Приветствую взаимно. Алим Джамбуршин. Ученый, дипломат, горнолыжник, патриот. И алматинец. Родом из Компота. Так называли в старом городе район, где были улицы с фруктовыми названиями. Грушовая, вишневая, каштановая. Алим Сакирович, вы когда сейчас спускались, я вспомнился много-много лет, 50-е годы, много лет назад. Мой отец тоже по этим столам спускался. У меня такое чувство. Я вас увидел и вспомнил именно. Отца. Много отца, да. Расскажите, как вы полюбили это великое место? Полюбил я это великое место в 1957 году. Мне в это время было 14 лет. Почему? Потому что была сборная молодежи Казахстана, там были мои друзья. Сборная жила в одной комнате, 14 человек. Душа не было, ванной не было, удобства на улице. Теперь подъемников не было, мы ходили пешком. У меня не было собственных лыж, не было ботинок. У меня был вес 34 килограмма, а размер обуви был 36. Я брал 42 размер ботинок, лыжи длиной 210 сантиметров и пешком поднимался до середины трассы и катался. Ретраков тоже не было, укатанной трассы не было. И каждое утро пешком, а потом спускался. До взрыва плотины была очень комфортная дорога. Мы шли вдоль руслой речки, и это 7 километров пути преодолевали обычно мы где-то за час примерно. Иногда мы, правда, шли ночью в морозы. Это в 2-3 ночи, мороз был в минус 25-30. Мы с двумя парами лыж, ботинками, потом продукты с нами. И мы так шли спокойно, шли-шли, уставали. Потом у нас был спальник с собой, приляжем ночью, полежим в спальнике, потом снова вверх и идем. Это было до 64-го года. Потом после взрыва уже, конечно, дорога стала сложнее, потому что нужно подниматься на эту плотину, потом спускаться, потом вверх идти. И эта дорога стала занимать уже около двух часов. В середине 70-х годов постоянно здесь проводились чемпионаты СССР. Тут, конечно, были много наших таких известных лыжников, как Петр Дельвер, Юрий Камин. Вот Юрий Камин, между прочим, первый чемпион тоже. Был чемпионом здесь и экс-алматинец Северин. Такой знаменитый конструктор космических аппаратов и так далее. Канатная дорога была гугельная, до нее от домиков надо было пройти где-то 1200 шагов примерно. И потом поднимались до 20-й опоры. Урочище Чимбулак близ Алматы – излюбленное место встреч сильнейших горнолыжников страны. Четыре дня на горных склонах продолжалась спортивная борьба лучших слаломистов. Спортсмены мерялись силами и в слаломе-гиганте, и специальным слаломе. Специальный слалом – трудное испытание. Нелегко пройти к финишу, когда на пути столько препятствий. Весь путь спортсмена состоит из сплошных поворотов. И мы в то время организовали от Академии наук грузовой автомобиль ГАШ-6. И с каждого цена была рубль. Мы там человек 20-30 сбрасывались, как сельди в бочке, усаживались в этот кузов. И он поднимал нас за рубль до Чимбулака. Но на Чимбулаке катание было платное. В советское время стоило 3 рубля в день. Но 3 рубля – это не очень большие, но и не очень маленькие деньги. Учтите, что зарплата инженера была 100 рублей. Это тоже был заработок за день. И мы занимали очередь. И очередь была на единственную канатку до 20-й опоры. Причем она была однокресельная. Полтора часа стояли в очереди. Если за день два раза спустишься, уже было большое счастье. Не было столовых, не было кафе, не было ресторанов. Все было с собой. Но в это время мы были молоды, мы были веселы, оптимисты. И мы верили в свое будущее. И в это время, конечно, трасса была безобразная. Почему? Не было ретрака. Не укатывали трассу. И мы ногами топтали ее. Приходим рано утром и на лыжах поднимаемся вверх. А на лыжах подниматься вверх тяжело в ботинках. Утоптали трассу, потом катаемся. Тот, кто топчет трассу, имел право один раз без очереди скатиться. Вот. Вот в этом были наши преимущества. Урал Сарсинович, вы в своей книге пишете, что вы даже однажды после тренировок доезжали на лыжах до Медео и даже до... Расскажите, пожалуйста, вот это. Вот это интересный момент был. Действительно, мы поднимались пешком из Медео до Чимбулака. Когда еще мы не... Это, мальчишки еще не были на сборах, приходили сюда, на Чимбулак потренировались и становились на лыжи и ехали домой. 15 минут, и мы были же в Медео. А если снежный день был, то мы доезжали до моста, а иногда даже до проспекта Абая. То есть до кинотеатра Арман нынешнего, да? Да, 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 доезжали даже ниже. Ну, потому что снега не было, много было, а машин было мало. Так вы еще умудрялись доехать в компот на лыжах, да? Да, и до дома доезжал на лыжах, до Калинина там, и в компот доезжал. Это было такое, да. Ну, вот теперь иногда встречаю я тех, с кем начинал в 50-е, 60-е годы. Вот. Иных уж нет, а те далече. И вот в результате тех, кто, собственно, есть, иногда их видишь, все еще катаются, и большая часть в добром здравии. И поэтому я, например, считаю, что основа здоровья – это положительные эмоции катания, положительные эмоции Чимбулака, свежий воздух, солнце, и самое главное – нагрузки, спорт, спорт, спорт. Поэтому советую всем – катайтесь, развлекайтесь, веселитесь и живите весело. Весело будете жить, будущее за вами. Пока Алим Джамборшин делился своими воспоминаниями, совершенно случайно здесь, на Чимбулаке, встретился еще один их друг и покоритель Эвереста – Юрий Голодов. Он заслуженный мастер спорта и альпинист, и тоже родом из Кампота. Ветераны спорта, или как они сами себя называют, Содружество пенсионеров-горнолыжников, здесь почти каждый день. Местные власти пошли навстречу всем пенсионерам. Они могут кататься теперь тут бесплатно. Ну где еще может быть такое счастье? Мне приходилось кататься в Америке. Я подошел к кассе, они когда увидели, ну, мой возраст, они говорят, сэр, у вас стоимость катания задней будет 50%. Я уже обрадовался, потому что пас стоит на целый день 260 долларов, а мне обошлось это в 130. Это уже было маленькое счастье. А в Алма-Ате у нас абсолютное счастье. Все бесплатно. Юрий Федорович, вы легендарный человек. Я вас слышал много, но впервые вас увидел вот так. Я очень рад этой встрече. Расскажите, как вы пришли в горы? Вообще, вот ваши достижения, вообще ваша любовь к этим замечательным горам, как это все произошло. Понимаете, в жизни так случилось, что я, будучи еще маленьким, жизнь состоит из нескольких эпизодов. И оказалось, что я в школе учился, где преподавала мама Сарыма Кудерина, легендарного альпиниста. Значит, а когда мы шли со школы по улице Кирова, то мы у него в огороде дергали репу. Он за нами гонялся. Мы все говорили, он альпинист, он с рюкзаком ходит. Поступив, окончив школу, мы ходили в горы компанией, ну, школьников. И где-то оставили записку, на которой мы все расписали, что будем после школы ходить в горы. Значит, окончил я школу, поступаю в институт, в Казгум. Прихожу, надо, мы же будем ходить в горы, значит, заниматься альпинизмом. Прихожу, а там руководитель Сарым Кудерин. Попал к очень интересному человеку. Это, конечно, забрало все. Тот набор нам дал огромное количество в секции больше 10 мастеров спорта, двух заслуженных мастеров спорта. Это набор 62-63 года. Но, как оказалось, страсть к альпинизму у Юрия Федоровича была в генах. Его дед в 1935 году участвовал в альпинаде, поднимался на пик комсомола. Отец и мать тоже восходили на эту вершину. Но как же Голодову не выполнить норматив мастера спорта? Кстати, тогда он вошел в десятку самых молодых мастеров спорта Советского Союза. Какое ваше самое запоминающееся восхождение? Ну, запоминающихся восхождений несколько. Я так думаю, эпох, который сыграло в моей жизни достаточно много, это зимнее восхождение 66-го года на мраморную стену. Далось оно очень тяжело, далось сложно. Там были обморожения, была такая тяжелая ситуация. Это было первым испытанием в жизни Юрия Голодова. Потом, в 1969-м, будет прохождение мраморной стены на Хантенгре. Затем южная стена пика коммунизма. 13 дней альпинисты буквально скреблись по ней. За ее преодоление их наградят золотыми медалями. И трое из той команды, в числе которых оказался и Юрий, позже покорят высочайшую вершину планеты Эверест. Вот это восхождение, которым гордимся все мы по сей день, это действительно великие дни были, я думаю, для спорта нашего и для всего Казахстана. Тех, кого вы сейчас перечислили. Несколько слов расскажите, пожалуйста, об этом подъеме, об этом восхождении. Понимаете, сейчас, по прошествии времени, многие моменты сгладились, отработались. Мы их уже вспоминаем несколько по-другому. Тем не менее, это восхождение, оно стоило, как говорится, огромных, просто огромных и титанических усилий. От тех людей, которые решали эту задачу, и вернее решились на эту задачу, это один из людей, который был, значит, инициатором этого восхождения, Кирилл Константинович Кузьмин. Вот. Руководитель нашей экспозиции Евгений Игоревич там. Это люди, практически все справились с этими задачами. А в 83-м году Юрий Голодов поставил рекорд. Всего за один месяц он покорил сразу четыре семитысячника. И перерывов между восхождениями почти не было. Это все опыт, это все благодаря тому, что сказать, что мы были безбашенны, нет. Если были безбашенны, понимаете, альпинизм не терпит безбашенности. Он терпит продуманность, порядок, четкость выполнения. И надо не только на себя и на других ориентироваться, а что они могут. И если этого нет, то мы ходим в группе, это групповое. Вот я сейчас увлечен вот этим горными лыжами. Я на них сел. 60 лет назад я первый раз здесь прокатился на деревянных лыжах, беговых. И вот до сих пор я катаюсь. Во-первых, такие горнолыжные города, как Алмата, имеют свою особенность. В чем? В мире очень много есть таких городов, вокруг которых горнолыжные трассы. И обычно рассчитывают пропускную способность курорта 30% населения ближайшего города. То есть в Алматы где-то должен быть курорт рассчитан на 600 тысяч. Но для Чимбулака это нереально. Потому что Чимбулак имеет только одну трассу, и поэтому у него, конечно, перспективы в этом плане, он рассчитан максимум где-то на 6-7 тысяч катающихся одновременно. Это очень-очень мало. Например, я вот знаю хорошо город Денвер в Америке. Так вот, вокруг него 4 курорта. Каждый имеет по 190-200 трасс. То есть рассчитан на 300-400 тысяч катающихся. Скажем, 100 тысяч местного населения, и 300 тысяч – это туристы, приезжающие из разных стран. К ним едут из Австралии, Японии и Южной Америки. И вот нам нужны такие же перспективы. У нас великолепный снег, великолепные горы. И тем более у нас это, скажем, снег может стоять где-то с середины октября по начало мая. Потому что высота и хороший климатический поиск. Эти места хорошо знакомы горнолыжникам. Сколько раз в урочище Чимбулак сильнейшие из них принимали старт в больших состязаниях. Традиционными на склонах Латаву стали соревнования на приз Серебряной Дельвейси. Такая скорость и техника сразу привлекли внимание зрителей. И теперь призываю всех, независимо от возраста, состояния здоровья, заниматься горными лыжами. Почему? Во-первых, это эмоциональный вид спорта. Потом он для любого возраста пригоден. Можно кататься быстро, можно медленно, можно участвовать в соревнованиях. Есть соревнования для, скажем, людей пожилого возраста. И поэтому этот спор действительно универсален. И что хорошо, наше правительство, ну, с помощью бизнесменов, сделали всем пенсионерам старше 63 лет бесплатное катание. Друзья, мы спустились с высоты 3200 метров. И сегодняшнюю программу посвятили жемчужине города Алматы горнодужному курорту Шимбулак. Алматинские истории продолжаются. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»